ребятки всем привет рада вас приветствовать сегодня думала запишу для вас вопрос ответ нет сегодня ребята я себя гораздо хуже чувствую не буду уже вас пугать в кадр влазить показываю вам обзор покупок небольшой как я уже прошлое прошлом видео показывала ведра классные да то муж зашел в этот же магазин купил еще одно ведро он одобрил сказал что ведра хорошие еще одно нам пригодится ребят напоминаю 44 гривны это сеть дешевых короче сеть магазинов с низкими ценами называется кошек он во многих городах и так поняла есть 44 гривны такое ведро классно вообще я думал 10 литровая хотя если присмотреться написано 11 5 литров ну если так вот не полный наливать то я думаю как раз 10 литров есть на даче это незаменимая вещь но я так понимаю это конечно же не пищевой пластик потому что на пищевом было бы здесь нарисовано соответствующее отметина но все равно где-то в огород воду понести еще что то есть питьевую воду в нем не хранить а так можно пойти какой-то урожай яблок собрать и ты же потом перемыл пересыпал куда-то и все такое для хоз нужд такое ведерко ребятки целый день провела сегодня в постели вечер уже время почти 7 часов вечера встала потому что надо что-то сварить вот сварила суп куриный с лапшой тут куриное филе ножка куриная варилась лапшу добавила картошку лук морковь зажарочку сделала так сильно не зажаривала укропчик лавровый лист соль перец все можно отключать даже плиту суп готов ребятки третий день моей болезни слава богу же я наперед он уже обжарилась наперед нас снимала блогов вот они выходили а на самом деле в моей реальной жизни третий день болею лежу в постели ничего не снимаю естественно никуда не выхожу решила приготовить ужин даже плита не мыта видите жарю рыбу моего надо доставать уже и поставила вариться картофельное пюре все рыба у меня готова вот такая получилась румяная пюрешку уже сделала как раз лена кушать садится потому что только вернулась с английского вот и я запекла ребята мясо на бутерброды я его обычно запекаю запекаю в духовке вот а это попробовала запечь в электро этом аэрогриле вот там у меня поддон не сказали что поддон комментариях зрителей написали что поддон вот этот вот решеточку нужно обязательно ставить потому что идет циркуляция воздуха вот я не переворачивала прямо так вот запекалась я его чтоб сок и здесь сохранился чтобы они сухое потому что когда это получается как режим конвекции сильно дует этот горячий воздух и немножко я переживала что он пересушит потому что картошка фри наказать как запеченная такая суховато здесь получается вот и я в обычный рукав и вот там весь сок внутри в этом пакетике сейчас он немножко остынет вот я надеюсь что она готова ну в общем я поставил 30 минут а потом еще 15 минут не того 45 минут посмотрим потом остынет как она запеклась ребятки это у меня уже следующий день я уже четвертый день болею вот я вам показала прошлом кусочки это у меня было вчера в моей жизни я запекала мясо в этом аэрогриле смотрите какое получилось меня было два в небольших кусочка я теплым его сюда положила поэтому там жидкость немножко конденсат образовался вот я уже отрезала пробовал она такой сочная получилось вообще как что-то не не как духовке очень сочная классная у нас утро и мы будем завтракать ребятки ну что впервые за четыре дня я выбралась на улицу даже накрасила что-то там глазища губись помыла голову привела себя в порядок но тут все натерто знаете как это у тебя насморк ты то и дело блин этот самое с платком и вот здесь тоже кожа кремом мажу-мажу она аж этот аж сохлась вот мне нужно выйти мне на почту надо но я вечером пойду там меньше народу мне на одну почту на другую почту посылок накопилось вот сейчас схожу в пункт в пункт выдачи розетка там посылка пришла лена там заказывала подарки для подружки к дню рождения вот и схожу мне не хватает емкости проросли проклюнулись еще помидоры не могу до сажать емкости зашла в аврору которая возле меня тут нет вообще емкости для рассады сейчас пойду в этот кошек схожу может туда привезли короче до меня все уже поразбирали хорошо все садят рассаду многие вернее ребятки я уже дома сейчас я покажу что я купила блин альма тут что-то прыгала скинула эту с дивана штук ладно потом поправлю сейчас я еще возьму кое-что уйди уйди на место альма набросилась на лас у вас где-то спряталась не могу ее найти короче драка тут произошла у них что ты делала на что место нас ранка так ребята я думаю фух короче что хотела же я по контейнеры за контейнерами для рассады блин чё было раньше не взять ребята когда их покупала по 33 гривен от эти вот большие в аврору одну сюда зашла здесь нету вообще ничего нет ни грунта ни лотков для рассады ничего все поразбирали или не успела вот пошла в другую аврору там привезли ребята но уже дороже вот типа таких я брала по 33 гривны но те что я покупала они гораздо выше они прям вот так вот высокие вот этот ниже и дороже ребята 40 49 считайте полтинник я один взяла чего тогда было больше не брать короче спрашивала я да это вообще идут мне пишет юль это не для это не совсем то что ты делаешь сюда земля не насыпается сюда ставится стаканчик для рассады ребята по стаканчикам не такое количество что с этими стаканчиками это им не носиться таскаться мне неудобно поэтому лучше пореже сеять но вот в такие контейнеры но вот я этим не очень довольна потому что он низковат потому что я более редко их сею и планирую здесь держать до высадки в грунт вот писали мне насчет дырочек что кто-то а я не делаю отверстия никакие я не стала рисковать наш я всегда сажаюсь отверстиями вот ну чтобы если что лишняя влага написали что типа просто не переливать и все ну кто-то застрахован а вдруг этот сам и я в своих трех контейнеров вот такого плана я сделала дырочки я сделала получается 1 2 3 4 по серединке одну делаю нож такой острый есть я проковыриваю небольшие дырочки я делаю короче 49 гривен грунта в оброре нет дальше пошла в кошек думаю может там привезли эти контейнеры вообще нету и грунт который я брала от за 60 чем-то гривен тоже пусто все разобрать юля прорекламировали на их разобрали я спросила оставьте мне короче нету не расстроена у меня есть еще грунт пол пакета надеюсь что хватит потому что на сегодня у меня еще ватных этих дисках еще проклюнулись семена томатов перцы все уже все посеяны у меня в основном все взошли некоторые только всходит петелечки уже показались а сейчас у меня идут посев интенсивно томатов на рассаду вот дальше что я взяла вот такие вот саморезы они они маленькие очень классные на даче пригодятся в хозяйстве целый набор целая упаковка количество тут 80 штук довольно таки большое количество и цена их 49 гривен я не знаю хорошая цена нехорошая вот но пусть будут вот такие вот очень пригождаются саморезы камеру бы снимали там не снимаю чешуя ребята хожу по магазинам как это как пьяная честное слово дальше пакетику все купила в авроре пакетик 7 гривен стоит что еще здесь ребята я взяла у них в авроре вот такой вот замок хочу поменять на гараже потому что у меня на гараже замок достал уже он вот три года нам служит но он из-за того что под открытым небом он и поржавел немножко и заедает его неудобно открывать закрывать вот мы его смазываем там внутри маслом периодически но это все равно не не помогает у меня на домах на большом доме вот такой вот и на летней кухне вот вот наподобие не этой фирмы а наподобие такой замок такая такая классная штука думаю ладно возьму я на гараж прицеплю он такой массивный он тяжелый в комплекте раз два три четыре ключа значит цена его 99 гривен учитайте сотка да вот широкая здесь тот самый мне как раз подходит если мне понравится я попользуюсь я в авроре еще один такой куплю еще там не в одном месте надо поменять вот такой вот замок на весной поняли дальше и попались на глаза вот такие вот очки думаю пусть будут они недорого стоит 24 гривны всего лишь это защитные очки когда газонокосилкой работаешь и не знаю там болгаркой работаешь вот такие защитные недорого 29 гривен и туда и боковая защита есть у нас есть одни очки но бывает газонокосилки у нас же теперь не 1 а 2 1 ну такая большая а вторую же я на новый год же у меня подарок есть маленькая косилочка будут не очки сейчас померяем удобные хорошие как как я вам хорошие хорошо видно но они чуть как будто мутничковые конечно но потому что самый дешевый обычный пластик в общем нормально видно вот такие хай будут пускай защищают мне глаза так очки такие взяла на дачу я заберу боже скорее бы выздороветь скорее бы закончились эти дожди чтобы подсохла земля мне срочно-срочно надо надо ставить ребята парничок а вот и собственно для парничка я ходила на рынок покупать пленку сейчас я вам покажу так что еще на рынке я купила я взяла огурцы ребята 20 гривен килограмм вот она ласа у тебя все хорошо не покушала тебя собака все хорошо ребята 20 гривен килограмм это вот эти вот корявые некрасивые огурчики но для салата даже так этот поломанный попался для салата даже так погрызть пойдет 20 гривен вообще ну практически даром копейки у меня вышло тут на 26 4 гривен целый покрова нагрузок один правда поломанный попался ничего страшного так потом яркого яблоки очень вкусные яблоки значит называется флорентина флорентина вот такие вот они видите с красными с красным бочком ярким вот 30 гривен килограмм мне даже дали выбрать дали пакетики я сама выбрала цель так я люблю когда дают выбирать так дальше то еще я на рынке взяла я взяла ребята карасиков цена на карасики свежие у нас 110 гривен килограмм были по 100 и по 110 по 110 крупные а вот я взяла два карася мне вышло на 95 или 99 гривен такие вот большие я их перечищу и пожарю один лени 2 мне муж карасе не ест он бы кушал если бы в них не было костей и кися пришла на карася да так и потом ребята я взяла это то за что я расстроилась там же где покупала карасей по 110 смотрю лежат головой толстолоба я обожаю вообще рыбу до в любом и проявлении в любом виде и уху я люблю я взяла голову толстолоба 35 гривен короче только просто голова толстолоба 35 гривен килограмм класс подожди нет 35 гривен килограмм и она мне вышла на 55 а потом уже ухожу с рынка там другая женщина торгует рыбой вот и у нее 35 за штуку и там еще больше головы представляете то есть я переплатила так мало того у той у которой под 25 гривен за штуку вру 25 гривен за штуку а я заплатил за свою 55 так мало того там где 25 за штуку там уже удалены жабры цели прошлый раз у нее покупала чё я сразу не пошла в то место а здесь жабры не удалены надо будет еще ковырять выковыривать обрезать короче я немножко перед под расстроена что я переплатила хотя за 55 гривен я могла купить две головы по 25 каждая поняли вот вот такое вот расстройство у меня получилось так аврора 228 гривен и шо все пусто а и пленка ребята значит смотрю одну как сказать блогершу которая занимается тоже рассады у нее дача частный дом там я не знаю вот и так посматриваю иногда вот и она ставит теплички и я запомнила что она сказала покупала спорные у меня я просила совета девочки напишите мне там уже тепличку ставлю мини парничок мини тепличку мне прислала зрительница долги видели такие складные долги я их планирую ставить вот но это надо придумать какой-то ему поршу они не раздвигались но у меня в мыслях уже кое-что есть но и сверху надо надеть что-то я спрашивала совета то ли пленку брать то ли агроволокно брать да вот и как-то опять мнение разделились 50 на 50 одни пишут юля пленку другие пишут под пленкой она там запариться зажарится надо агроволокно короче и вот эта блогерша который я смотрю она накрыла именно пленкой как я поняла сейчас пленкой а потом когда уже будет там жарко жара или уже там этот самый она пленку я так поняла заменит на агроволокно вот так вот короче я агроволокно пока не покупала я взяла пленку вот и то блогер она несколько раз повторила что у нее пленка сотка, плотность 100, я посмотрела на рынке, есть сотка, но мне продавец посоветовал именно двухсотку, я взяла двухсотку, 55 гривен метр, я взяла 3 метра, на первый парничок мне хватит, я думаю, что у меня их будет несколько, наверное, мне надо хоть бы один соорудить, думаю, так, сразу метров 6-10 брать, а на шуме не так богато, вот, а она ширина получается метр пятьдесят рулона, 3 метра в длину взяла, и эта ширина, она как мешок, ее еще напополам, ее можно раскрыть, и ширина получается 3 метра, то есть у меня получился здесь кусок, кусок получается общий 3 на 3, вот так, 3 на 3, как бы 6 метров, вот, наверное, надо было брать 2 метра, и тогда получилось бы 3 на 2, ну, короче, я взяла длину 3 метра, 3 раза по 55 я заплатила, поняли, мне еще и голова не сомражает, ребята, болею, вот такая вот клеенка, пленка, не знаю, для парничка будущего, вот, и думаю, раз я уже пришла в этот магазин, где всякие вот эти вот там скатерти, клеенки, что там только нет, и жидкое стекло есть, и тому подобное, вот, я взяла клеенку, ребята, прозрачную, для чего, я хочу заменить на вот этом столе, у меня клеенка, видите, с рисунком, и она перекрывает, а скатерть тут такая красивая, вот, вся в цветах, и еще сверху цветы, то есть я хочу, чтобы была прозрачная у меня клеенка, но я взяла ее с запасом, я взяла на 2 стола, ширина ее 1,50 метра, в длину я купила 2 метра, 80 гривен метр, я за эту отдала 160 гривен, разделю ее напополам, так как у меня, вы не видите, но на самом деле у меня на кухне стоит 2 стола, один вот, за которым мы обедаем, и еще у меня тут получается пустая стена, дальше диванчика, и здесь у меня стоит стол, потому что, видите, хлебопечь, ой, хлебопечь, аэрогриль у меня теперь есть, тостер мне некуда поставить, мне не хватает какой-то поверхности для вот этой вот техники, и у меня тут вот стоит стол, и я хочу, чтобы у меня одинаковая была скатерть и здесь, и на том столе, у меня есть серая, которая такая, с блестками, она очень огромная, она большая, вот, и я ее хочу разрезать напополам, у меня есть швейная машинка, я, ну, прострочу, там, загну все это, обметаючи, як сказать, вот, и у меня будет 2 одинаковых скатерти, и здесь, и там, и вот как раз будут 2 клеенки, сколько бы мне не писали, что, Юля, клеенка, это вообще деревня, ну, пусть я вот в деревне, а что, мне очень нравится в деревне, вот, что не надо клеенкой застилать, пусть будет скатерть без клеенки, ребята, тогда мне этой скатерти хватит ровно на первые полчаса, потому что у меня всегда тут и чай, и все на свете, нет, в моей семье без вариантов, какая-то сверху клеенка, вот, ну, собственно, вот такие вот и покупки, да, будем сооружать тепличку, просто у нас сейчас дожди, в огород не влезешь, во-первых, надо выздороветь, это раз, и второе, что как только просохнет, я буду сооружать эту тепличку и уже сеять томаты, потому что та блогерша, которую я смотрю, она уже посеяла томаты, на синечку у земли поклала, и чекая сходим, да, вот, мне уже тоже пора. Короче, дуги, которые для теплицы мне прислали, они такие тоненькие, вставляются одна в одну, потом сгибаются, и просто вставляются в землю, для того, чтобы они не разгибались, мне нужно какое-то фиксирование по бокам, и я вспомнила, кто помнит, когда я убиралась в сарайчике, у меня есть, как сказать, короче, такой прямоугольник, это каркас от стола, вот такой вот прямоугольник, он вот такой весь шаткий, но если его на землю положить, вот и получается как бы такая грядка, и дуги, вот, ну вот, короче, цей квадрат, и дуги встанут в нее внутрь, и дальше они не будут расходиться, потому что будут упираться в эти уборчики, то есть в этот короб прямоугольный, поняли, вот так я планирую. Сверху клеенкой, вот, в комплекте есть такие зажимчики, которые крепятся и держат эту клеенку, вот, ну а внизу чем-то, не знаю, или дощечками, или какими-то кирпичиками приложу, и вот такой вот парничок у меня будет, вот, посмотрим, что получится. Так что вот такие вот, ребята, небольшие покупки, всем спасибо за внимание, блоги я сейчас, по сути, это и не снимаю, вот, потому что особо нечего лечимся, выздоравливаем, а дальше что-то будет. Все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok